Опыление необходимое условие для оплодотворения. Естественно, все цветки опыляются, так как они состоят из женских и мужских половых органов отдельно. Значит, пыльца из пыльников должна переместиться на рыльца, суть, собственно, оплодотворения, да? И она может разными способами у цветков перемещаться, в связи с чем разделяют самоопыление, то есть когда цветок сам себя опыляет без какого-либо другого животного, и перекрестное опыление, то есть когда цветки опыляют друг друга. Дело в том, что цветки могут самоопыляться, так как в каждом цветке присутствуют и женские и мужские половые органы часто. То есть бывает, что женские цветки бывают, мужские цветки, но, как правило, цветки обые полы, как я ранее и рассказывал. Вот поэтому самоопыление, но самоопыление, оно эволюционно не перспективно, потому что не происходит обмен генами, сам себя опыляет, то есть те же самые гены происходят, и в результате сам себя может рождать цветок, он же гермафродит, могут растения сами себя рождать, других растений, но, как правило, все-таки перекрестное опыление нужно. Значит, при перекрестном опылении нужно, чтобы, значит, переносились, естественно, соответственно, проблема переноса возникает. Ну и, кстати, самоопыление, оно имеет виды различные, допустим, автогамия, когда рыльца опыляется пыльцой того же цветка гейтерогамия, то есть когда других цветков того же растения. То есть он может самоопыляться внутри своего цветка, то есть цветок может сам внутри себя самоопыляться, потом он может как бы совокупляться с соседними цветками, которые на той же веточке, допустим, того же растения, и также клейстогамия, когда самоопыление вообще в нераспускающихся цветках происходит. Значит, ну, чтобы осуществить перенос пыльцы, то есть перекрестное опыление, сам он не может, короче, перенести. Поэтому перекрестное опыление разными способами осуществляется. Наиболее распространенная антомофилия, то есть перенос с помощью насекомых, но также возможен перенос пыльцы птицами, и таких случаев в тропиках довольно много, или летучими мышами. То есть принципиально вот в этом порядке идет, во-первых, насекомые почти везде, переносят пыльцу, во-вторых, птицы, и иногда переносят также летучие мыши. Также возможно абиотическое опыление, которое я в следующем клипе рассмотрю. Абиотическое опыление – это неживая природа, ветер и вода тоже могут переносить пыльцу. По поводу самоопыления были дискуссии, и, в общем-то, указывают, что оно тоже полезно. Почему у многих растений все равно самоопыление осталось, то есть они сами себя оплодотворяют и даже сами производят из себя. Это позволяет, допустим, закреплять успешное эволюционное приспособление. То есть эволюционно выгодно, как установили биологи именно на материале растения, сочетать самоопыление с перекрестным опылением. Перекрестное опыление помогает гены смешивать, потом образуются новые комбинации, они проходят отбор. Но полезные результаты отбора, чтобы закреплять, лучше потом самоопыление, потому что, допустим, выжило растение за счет нового какого-то приспособления, а оно продолжается выкупляться с растениями, у которых такого приспособления нет, и таким образом эта мутация проходит сложнее, замедляется процесс эволюции. А вот если бы оно выжило и начало себя самоопылять и производить новые линии с хорошим геном, то это выгоднее. Поэтому, короче, считается, что растения сочетают самоопыление и опыление перекрестное. Ну, значит, как я уже говорил и даже еще в предыдущем клипе, есть двудомные растения, то есть когда мужские и женские цветки на разных растениях, есть однодомные, когда женские и мужские на одном. И ситуацию усложняет также и наличие у них обоеполых цветков. То есть у них есть женские цветки, мужские цветки и гермафродиты, которые вообще-то способны также и самоопыляться, то есть способны рождать новые растения. Поэтому полов у них получается много. Всего полов у растений... Раз, два, три, четыре, пять. Пять полов у растений. И даже, наверное, семь если с мужскими и женскими. Ну, в общем, значит, типы однодомности такие бывают. Значит, андрома наэция, это когда мужские и гермафродиты на одной особи. Потом гиномо наэция, женские и гермафродиты на одной особи. Вот сложноцветные обычно. Ну, двудомные вообще растения, однодомные, то есть в данном случае однодомные растения. Однодомные, это, допустим, огурцы, тыква, арбуз, кукуруза, дуб, бук, береза и так далее. Это однодомные. То есть женские и мужские цветки на одной особи. Но поскольку еще и обоеполые, то еще помимо того, что, значит, женские и мужские цветки на одной особи, первый пол, да. Второй пол, мужские и обоеполые на одной особи. Значит, третий пол, женские и обоеполые на одной особи, да. Вот, это значит у них, короче, однодомных, три типа однодомных Потом идут типы двудомных Двудомные могут быть мужские и женские на разные особи Это двудомные, допустим, ива, тополь, осина, облепиха и так далее Потом мужские и обоеполые цветки на разных особях То есть на одной особи гермафродит, на другой мужской цветок Значит, следующий пол у них будет, когда женские и обоеполые цветки на разных особях Допустим, гвоздика вот такая То есть у нее на некоторых растениях женские цветки, а на других гермафродиты Вот, и наконец, бывает трехдомность Когда на одном растении женские цветки, на другом мужские и на третьем обоеполые цветки Итого получается семь полов у растений Ну, некоторые распространенные виды со схемками из жизни растений советской Женская двудомность распространена Значит, женская двудомность Это когда на одной особи женские цветки, а на другой обоеполые Вот, женская двудомность имеется, допустим, у гвоздики, у шалфея У герани, у душицы и так далее Там вот некоторые растения женщины, а некоторые гермафродиты У них имеется половой деморфизм, то есть, допустим, вот эти обоеполые цветки более крупные, чем женские у них Пропорции женских особей может быть разные, доходить до 60% Ну, и смысл вот этого женской двудомности, скорее всего, в устранении самоопыления у женских цветков Вообще, устранение самоопыления довольно такая распространенная штука у растений То есть, поскольку у них каждый цветок, в принципе, может сам себя опылять Либо растение содержит и женские, и мужские цветки А эволюционнее выгоднее перекрестное опыление Поэтому нужно какие-то приспособления, чтобы само себя не опыляло Там же у растения автоматически все действует Вот стоит цветок, там пестик, тычинка Значит, попадет пыльца, значит, нарыльца Все равно он будет самоопыляться Вот, чтобы этого не было, имеется приспособление Ну, в частности, что может быть? Раннее созревание пыльцы То есть, когда пыльца созревает рано А женский, значит, орган еще не развит То есть, протоандрия Развиваются у него тычинки И они способны оплодотворять А его женский орган не развит Поэтому сам себя он не может оплодотворять Вот, а потом, когда уже тычинки, значит, всю свою пыльцу израсходовали Только тогда женский орган развивается То есть, в разные сроки развивается, поэтому самоплодотворение невозможно Ну, или наоборот, может быть протагения То есть, сначала женский орган развивается, а мужской недоразвит А когда женский оплодотворится, только тогда мужской развивается Когда одновременно и то, и то развивается, называется гомогамия Ну, помимо того, что вот эта дихогамия, то есть, функциональная раздельная полость Она исключает самоопыление Ну, все-таки, значит, иногда говорят не совсем То есть, она ограничивает То есть, иногда все-таки самопыление невозможно Но когда пересекаются все равно сроки созревания этих половых органов И фактически поэтому считают, что это приспособление, чтобы сочетать И самоопыление, и перекрестное пыление Чтобы выгоднее их сочетать Ну, вот эта протоандрия, она обычно встречается То есть, обычно протоандрия сначала созревает пыльца А женский орган недоразвит А потом созревается женский орган, а пыльца уже не созревает И это, допустим, колокольчики, гвоздики Губоцветные и множество всяких других Ну, и вот на схеме примера как раз протоандрии Ну, она бывает, как я уже говорил, строгая и не строгая Вот, допустим, у зонтичных строгая протоандрия Они никак не могут опыляться А у некоторых растений бывают промежуточные Фазы, когда все-таки самоопыление возможно Крестоцветные Тоже, значит, используют, правда, уже протагению Значит, протагения, наоборот, сначала созревает женский орган А потом мужские Вот, допустим, розы У них протагения Крестоцветные протагения Барбарисы Жимлость У них протагения Ну, и при этом, значит, что получается Вот, рельца у него высовывается А собственные тычинки у него не развиты Обычно протагения сочетается с опылением ветром То есть, вот она, рельца высунулась Оплодотворилась за счет ветра А дальше растения, значит, развивают семя И параллельно оно развивает еще тычинки И производит теперь уже саму пыльцу Вот Ну, также имеются хорошо приспособленные Против самоопыления растения Которые имеют самонезовместимость То есть, не способны они вообще Не прорастает пыльцевая трубка Вот И самонезовместимость тоже довольно распространенная То есть, когда он вообще не способен сам себя оплодотворить Так Ну, и, наверное, охарактеризуем Ну, то есть, еще всякие бывают промежуточные случаи Когда разные типы этой самой несовместимости развивают Ну, наверное, перейдем к биотическому опылению Биотическое опыление наиболее Известное, конечно, у насекомых Считается, что с самого начала Самые первые покрытосеменные уже Опылялись с насекомыми То есть, вообще все покрытосеменные И сразу в симбиозе с насекомыми живут Ну, сочеталось, правда, с ветроопылением Во-первых, нектара первоначально не было покрытосеменных Поэтому опыляли их в основном жуки И жуки, они ели пыльцу То есть, по растению ползал жук Ел пыльцу и при этом собирал ее Сам в пыльце мазался весь Потом перелазил на другой цветок И таким образом пыльца распространялась Перекрестное опыление было Однако, еще в мезозойский период Растения перешли к производству нектара И это радикально все преобразовало Во-первых, за нектаром начали охотиться Всевозможные крылатые насекомые Перепончатокрылые, двукрылые, чешуекрылые, бабочки Там все Мухи, и потом развились, собственно, пчелы Уже как такой результат этого всего И, соответственно, покрытосеменные Стали доминировать Стали вот эти свои огромные цветки Производить, чтобы привлекать насекомых И вот так вот на все понеслось Значит, в настоящий момент Насекомые едят пыльцу, конечно И пыльца является одним из источников пищи для насекомых Содержит белки, жиры, углеводы Зольные элементы, ферменты, витамины Они собирают самых разных, в общем, насекомых пыльцу В том числе, кстати, обычно Может такое быть, что обычно растение ветром опаляется А насекомые с него все равно пыльцу собирают То есть все равно ест его пыльцу Но есть цветки, которые специализируются Именно на том, что они привлекают насекомых пыльцой Допустим, мак, шиповник, зверобое И так далее Есть определенный дневной ритм выделения пыльцы у растений То есть могут они в определенные сроки Ее выделять утром В первую половину дня обычно В течение всего дня и так далее Пыльца сравнительно долговечная Но в целом вода вредит пыльце Поэтому цветки обычно защищаются от воды Чтобы внутренне попала вода Допустим, они чашечку вниз делают Закрываются там и так далее Изгибают цветоножку Закрывают цветки перед дождем Чтобы туда внутрь вода не попал Нектар Водный раствор сахаров Концентрация может быть разная Есть сладкие с точки зрения пчел Цветки, допустим, липа, душица и так далее Есть маленькая концентрация Ну, в общем, высокой концентрации 70-80% сахара в нектаре А нормальная 30-50% Она колеблется в течение дня Может помимо сахара входить Также белки, аминокислоты, витамины, алкалоиды всевозможные и так далее Причем обычно пчелы на самом деле не любят Высококонцентрированный нектар Слишком сладкий Они какой-то средний Используют А птицы вообще любят с низкой концентрацией сахара То есть вот те цветки, которые ориентированы на птиц Они производят нектар с большим Большой долей разведения сахара То есть слабо засахаренный Ну, разный также может быть состав Сахароза, глюкоза, фруктоза И состав по аминокислотам тоже разный Как правило, содержит нектар аскорбиновую кислоту Витамин С И могут содержать специальные алкалоиды, гликозиды Когда цветок ориентирован только на одного опылителя То есть когда одно, допустим, насекомое его опыляет А вот цветок, он может использовать специальные, короче, вещества Которые других насекомых убивают Чтобы только одно его опыляло Или отпугивают Могут быть жирные масла В нектаре различных цветков Которые используются Тоже для дополнительного источника энергии Насекомыми Выделение нектара Зависит от времени дня От возраста цветка От условий освещения Температуры, влажности и все такое Тоже по-разному они выделяют Некоторые выделяют утром нектар Некоторые вечером растения Или бывает еще утром и вечером То есть утренний и вечерний максимум Нектаропроизводительность тоже разная В тропиках, где больше, значит, жара Больше солнечный свет Больше биомассы В тропиках больше нектара не выделяют Поэтому, собственно, там птицы и летучие мыши Уже заинтересованы в нектаре Вплоть до того, что в тропиках иногда люди доят цветки И тоже пьют этот нектар Потому что много выделяется Но в тропиках обычно концентрация сахара ниже То есть он много выделяет Но такой, ну, как березовый сок То есть слабо, сладкое А вот, знаете, вот птички и пьют это Форма нектарников разная Как уже ранее говорил И они на разных органах цветка, вообще говоря, возникают И отдельно существуют железы, которые жирные масла выделяют То есть помимо нектара там жир еще некоторые растения выделяют И формируют отдельные железы Которые масло туда еще добавляют Пчелы, они едят также и масло 1260 видов сейчас есть с цветками, которые выделяют масло Ну и более подробно уже позже скажу Привлечение пылителей цвет и запах Причем краска и форма цветка тоже большое значение имеет И многие пылители, те же пчелы Они видят в разных диапазонах Поэтому цветок также имеет окраску, допустим, в ультрафиолетовом диапазоне Другую может иметь, чем... То есть мы не видим, он на самом деле окрашен по-другому Но видно в ультрафиолете Допустим, пятна определенные видно в ультрафиолете только Ну, вообще, значит, окраска обусловлена пигментами Флавоноиды, каротиноиды, антофеины, бета-цианины И некоторые полезные И поэтому такие вот ярко окрашенные, кстати, рекомендуется Есть растения Вот эти пигменты нам полезны И являются витаминами для нас Так как мы, будучи обезьянами, ели всякие вот плоды яркие, окрашенные тоже Ну, вот, допустим, антоцианы вызывают красную окраску Флавоноиды желтую обычно Желтый цветок флавоноиды Коричневые пигменты антофеин Белая окраска, значит, пигмента нет То есть, если нет пигмента, он белый окрашен цветок просто Это простой Ну, вот, как я уже говорил, на лепестках может быть узор, который виден только пчелам Вот ультрафиолетик, который видно, и тоже, значит, специальными пигментами он производится У некоторых цветков в течение жизни изменяется окраска Медуница, например Она сначала розово-пурпурная, а потом синяя И другие растения, о которых я тоже позже расскажу, когда буду конкретные растения Насекомые различают цвета хорошо, особенно пчелы Пчелы имеют примитивный язык, форму и окраску На многочисленных опыта было показано, что они запоминают форму растений И запоминают их окраску, и потом летят, вот именно ориентируясь на формы, которые они запомнили Но надо иметь в виду, что зрение у пчел отличается от нашего Они, во-первых, видят в ультрафиолете Во-вторых, у них там немножко другое цветовое зрение Например, белые цветки пчела видит как такие сине-зеленые на самом деле Или голубовато-зеленые она может видеть В зависимости от того, как там еще по ультрафиолету раскладка Желтые или оранжевые цветки, они по-разному ультрафиолетовые лучи отражают Поэтому нам кажется, что желтое-желтое, а пчела там видит большое количество разных оттенков Короче, пчела за счет ультрафиолета видит больше цветов гораздо И различает их гораздо лучше нас Ну, так же и форму она запоминает В то же время пчелы не видят красного цвета Поэтому часто вот эти красные цветки, это значит, что опыляют птицы в тропиках, по крайней мере Дневные бабочки Ну, вот бабочки, кстати, красный цвет видят То есть, красный цветок, скорее всего, бабочка опыляет Вот, причем бабочки ориентируются на разные То есть, некоторые на красный летят, некоторые на голубой и так далее Ну, бабочки хуже различают формы, оттенки Поэтому там нужен яркий, четкий цветок с четкой краской Чтобы бабочка определила, что там будет нектар Дневные бабочки обычно яркие, такие голубые, желтые, красные А ночные бабочки обычно светлые, такие белые, бледно-желтые, бледные цветки Которые опыляются ночными бабочками Потому что ночью темно и белый цветок четко виден Поэтому ночная бабочка опыляет обычно белый цветок Но тоже там они бывают, оттенки Также, поскольку ночью все равно видно плохо Цветки, которые опыляются ночными бабочками, они очень ярко пахнут То есть, распространяют аромат, чтобы бабочка, если все равно не заметила Чтобы тогда она на запах прилетела Помимо бабочек и пчел Довольно хорошо опыляют двукрылые, то есть, всевозможные мухи Мухи обычно летят на желтые, синие, фиолетовые цветки Ну и, как я уже говорил, по тропикам отличаются В тропиках обычно яркие, оранжевые, красные цветки То есть, окраска Но это потому, что птицы летят на красные И в тропиках калибри и прочие птички, они большую роль играют в опылении этих цветков Желтые примерно в пустынях часто желтые цветки А как раз в нашей умеренной зоне синие, как правило, тоже желтые могут быть В полярных областях обычно белые цветки Или в горах тоже белые цветки В общем, отличаются по зоне еще краска Что касается запаха, обычно он такой приятный нам Но зависит от того, кто его опыляет Вот если опыляет летучая мышка, то он пахнет мышкой цветок А если опыляет его муха, которая на говно обычно летит То есть цветки, которые выглядят как труп и пахнут как говно Это, допустим, вот эта рафлезия Она испускает запах гниющего мяса Потому что она опыляется мухами, которые привыкли на мясо лететь Но все-таки обычные запахи, так называемые аминоидные Это с которым мы знакомы Обусловлены они наличием всяких аминов Метиламин, диметиламин и так далее Это рябина, барбарис, калина Это то, что как раз мы привыкли Также распространены эфирные масла Вот то, что эфирные масла мы считаем приятными Там входит в состав этих эфирных масел спирты всякие Это вот там ландыш пахнет спиртом линололом Гиацинт пахнет коричным спиртом Фиалка пахнет пармоном Жасмин пахнет смесью бензила, цитата, липолоола, индоола и жасмона и так далее Вот то, что мы приятным считаем, это смесь эфирных масел и со спиртами Этим обычно пахнут какие-то красивые растения Ну, помимо Надо учитывать, помимо этого, что запах пыльцы и запах цветка тоже разные И, допустим, пчелы, которые хорошо вообще ориентируются во всем, что к цветам относятся Они различают запах цветка, запах пыльцы И они, допустим, целенаправленно могут лететь именно на пыльцу В то же время надо иметь в виду, что чистый нектар обычно запаха не имеет То есть пахнет там что-то другое в цветке, а сам по себе нектар обычно без запаха Причем насекомые до посещения цветка не знают, есть там нектар или нет, потому что он не пахнет И могут пытаться высасывать нектар из цветков, которых нет Допустим, мак у него нет нектара, он в основном ветром опыляется Может насекомое, решив, что это все равно цветок, искать там нектар Факторы обычно действуют так, что дальние действия это цвет, а ближние это запах То есть, значит, чтобы его увидеть издали, насекомое должно его четко видеть, как какой-то цветовой образ А когда они подлетают, то без запаха, если цветок, то они, как правило, не садятся Причем, то есть, иногда насекомые прям подлетают к самому цветку и потом улетают Поэтому дальний запах, дальний фактор это, короче, цвет и форма, а ближний это запах То есть, запах цветка на близком расстоянии, он вообще действует сильнее, чем окраска Проводили всевозможные опыты по этому поводу Хотя есть вот отдельный случай, те же рафлезия, о которых я упоминал Которые в основном на запах, то есть, мухи летят на запах трупа И рафлезия, она в основном, то есть, как раз даже с дальним расстоянием Мухи улавливают, где там это гниет что-то там Прилетают, а там цветок и начинает его опылять Есть у цветков такое приспособление, что они выпускают запах самки насекомого И пчелы часто В результате прилетает глупый самец и начинает трахать цветок Пытаясь натурально с ним совершить половой акт Естественно, это не получается, зато он набирается пыльцы Потом он летит на другой такой же цветок, который тоже половой запах самки испускает Пытаясь тоже его трахнуть И вот таким образом, короче, хотел он трахнуть пчелу А перетрахал он все цветки Но он натурально же переносит сперм Натурально там половой акт с ними совершает Но я не понимаю этого Ну и вот такое тоже распространенное И про таких отдельных орхидей я расскажу еще Значит, это все с насекомыми И это основной способ Также Опыление птицами Встречается В основном в тропиках Но может быть в южном полушарии и вне тропиков Калибрии наиболее известные Орнитофильные виды То есть, которые опыляют в основном птицы Это эвкалипт, акация, алой Кактус, фуксия и так далее Цветки, которые опыляют птицами Как правило, вообще запаха не имеют Птицы у них очень плохо с обонянием Зато у птиц хорошо со зрением Поэтому птицы опыляемые цветки Обычно яркие, четкой формы Обычно красные Потому что красные как раз хорошо птицы видят Оранжевые, может быть фиолетовые и так далее Может быть пестрые такое Дело в том, что они же специализируются часто Птицы на одном конкретном растении Поэтому разная краска говорит о том Что вот это вот нужное растение Это не нужно Птица обычно порхает в воздухе вокруг цветка И не садится на него И достает клювом оттуда нектар Причем это уже точно миллионы лет Потому что вот эти птицы опыляемые цветки И птицы, которые опыляют Они приспособились друг к другу Явно уже без друг без друга существовать не могут Попугаи, кстати, некоторые лори Они именно нектар едят Ну, также есть у нас опыление летучими мышами Это такой скорее казус Редко встречается Но некоторые есть прям херонтирофильные растения Которые именно летучими мышами только и опыляются Ну, это тропики Азия, Америка в основном Причем опыляют летучие мыши в основном деревья Травы крайне редко Баобабы некоторые могут опыляться летучими мышами Там мирты и так далее Конкретные виды позже расскажу Ну, самое такое хорошо известно Это опыление Баобаба летучей мышью Летучие мыши, как правило, днем Они же ночное, ночью То есть ночное животное Вот птица, как правило, днем Потому что ей зрение нужно опыляет А летучая мыша, как правило, ночью опыляет Поэтому цветки этих растений Которые опыляются летучими мышами Они такие зеленовато-желтые, фиолетовые Раскрываются они вечером Чтобы ночью летучая мышь могла опылить Крупные цветки, крупные соцветия Чтобы мышка поймала Много слизистого нектара Это характерно и для тех, которые птицы опыляют То есть много нектара, но он такой слизистый И с четким, с низким количеством углеводов То, что сильно сладкой они не будут Вот так, такой вот Ну, надо сказать, что плохо пахнут Цветки, которые летучие мыши опыляют Они пахнут мышами Но мыши, наоборот, на этот запах летят То есть для человека неприятный запах Ну и самые известные паркия еще Такое полностью приспособлено к опылению именно мышами Растение паркия У него соцветие состоит из стерильных цветков Которые вообще, ничего там, нету там пыльцы Они просто нектар выделяют И от тех, которые оплодотворяют Для чего сделано, потому что надо много нектара Чтобы мышка слизывала нектар Прямо в больших дозах Так некоторые цветки там вообще только нектар производят Больше ничего не делают Вместо нектарников работают Ну, также известны случаи Отдельные нелетающие и млекопитающие Могут, в принципе, опылять Например, известно, что лемуры И отдельные сумчатые грызуны в Австралии Могут тоже опылять цветки и питаться нектаром Маленькие, допустим, есть такой хоботноголовый кускус Вот он по веткам шастает И съест тоже нектар и тоже опыляет Ну, вот основные типы, в принципе, биотического опыления И про абиотическое в следующем клипе